На развитии Уралвагонзавода, одного из ведущих оборонных предприятий страны, государство выделит в ближайшее время 64 миллиарда рублей. Об этом премьер Владимир Путин заявил сегодня в Нижнем Тагиле, где проходит международная выставка вооружений, приуроченная к 75-летию предприятия. Прежде чем состоялся предметный разговор о проблемах оборонной отрасли, глава правительства осмотрел новейшие разработки, которые вскоре поступят на вооружение армии, а некоторые образцы даже протестировал лично. О военных новинках Дмитрий Петров. Танк Т-90 его конструкторы недаром называют летающим. 46-тонная боевая машина с легкостью преодолевает препятствия. При этом система стабилизации пушки позволяет вести прицельный огонь с темпом 8 выстрелов в минуту. Вообще-то все то же самое давно умеют делать и танки других армий мира, например, американский «Абрамс» и немецкий «Леопард». Но у российской машины перед более тяжелыми конкурентами, кроме большего калибра, есть еще несколько преимуществ. С 9 из 10 ракет попадают сами. Можно показать первую очередь? Дальность поражения? Да, да. Вот, то есть 5 километров ракета. То есть мы называем это длинной рукой. Они нас видят, но поразить не могут. Путин воспользовался случаем, чтобы взглянуть на поле боя с командирского кресла. Для ведения боя в темное время суток Т-90 оснащен прибором ночного видения и телекамерой. А система навигации и кондиционер давно уже стали обязательными для всех современных танков. На демонстрационных площадках оружейной выставки выстроились и другие разработки отечественного ВПК. Показали премьеру и новый беспилотник «Форпост». Машина в режиме реального времени позволяет управлять боем с применением наземной и воздушной техники. Одна из последних разработок – зенитная система дальнего действия С-400. Иностранцы выстраиваются за ней в очередь, но Россия сначала оснастит этим комплексом свои вооруженные силы. В течение ближайшего десятилетия российскую армию ждет полное переоснащение, заявляет Путин. Цена вопроса – 3 триллиона рублей. Эта техника – гордость России. И это зримое свидетельство того, каким огромным потенциалом обладает наш оборонно-промышленный комплекс. Научным потенциалом, кадровым, производственным. Безусловно, государство как уделяло, так и будет уделять этому самое первостепенное внимание и значение. Вкладывать ресурсы в обновление предприятий оборонно-промышленного комплекса. В подготовку кадров, в инновационные технологические заделы, которые способны стать базой для качественного роста всей национальной экономики. Один из гигантов отечественной индустрии – местный Уралвагонзавод – всегда работал на оборонку. Во время кризиса государство поддержало предприятия. И уже прошлый год завод завершил с рекордной прибылью. 75-летний юбилей Уралвагонзавод отмечает запуском новой линии по производству колесных пар для железнодорожных вагонов. Всего на развитие предприятия правительство в ближайшие годы готово выделить 64 миллиарда рублей. Я уверен, уверен в будущем предприятия. И хочу, чтобы каждый из вас был так же уверен в будущем Уралвагонзавода, как и я. Я вас поздравляю. И хочу вам сказать, что Уралвагонзавод, конечно, останется одной из самых важных доминант нашей промышленности. А весь Урал, безусловно, останется нашим главным арсеналом и индустриальным сердцем, сердцем России. Владимир Путин заявил об этом на открытом фестивале «Нижний Тагил. Город молодежи», который посвящен юбилею Уралвагонзавода. Дмитрий Петров, Виталий Трубецкой и Мария Самсонова. Вести. Продолжение следует...